Владимир, Рязань, Смоленск, Нижненовгород, Киров. На второй межрегиональный слет вожатской кухни приехали 90 вожатых и 30 директоров из разных регионов страны. Организаторы считают, что такие мероприятия очень важны для педагогов. Когда идея вожатской кухни зародилась, мы пришли к тому, что у нас нет какого-то такого большого сообщества вожатых, что люди не общаются друг с другом. Решили собрать как можно больше вожатых и сделать такой, то есть мы делаем акцент на неформальном общении. Все участники слета разделились по группам. На образовательных кухнях с участниками работали спикеры федерального уровня. Обсуждали значимость медиапространства, актуальные игротехники и проблемы современной педагогики. Работать с детьми каждый вожатый сталкивается с необходимостью организовывать интересный досуг. Ребят важно удивлять каждый день лагерной смены. Для этого нужно быть в курсе, что сегодня интересно детям и подросткам. Мы все вместе лепили слаймы, чтобы можно было приехать к детям и вот таким образом удивить, потому что понимаем, что сейчас им это интересно, но уже в следующем году, скорее всего, им будет это неинтересно. На слете руководители детских лагерей области обсудили изменения в законодательстве, актуальные новинки детского отдыха и особенности работы с кадрами. В областном департаменте образования оценили важность обучения в таком формате. Я сегодня, увидев свое креативное начало, понял, что вы, как вожатые, как родители лагерей, не дадите скучать летом себе, ну и, конечно, тем, кто на время будет отдан вам допеку, то есть детям. Дети в лагерях отдыха должны получить незабываемое впечатление, найти друзей и узнать много нового. Такую задачу перед каждой сменой в лагерях ставят перед собой вожатые. В этом году они справятся с ней на отлично. На вожатской кухне участников слета научили даже при минимальном наборе ресурсов готовить вкусные и креативные события. Анна Коновальчикова, Губерния, 33.